Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководство, включили ряду, тускулы, поезды. Изов принято, уезжаем. Сотрудники ДПП зарегистрировали очередной факт незаконного ношения оружия. В ходе рейдовых мероприятий они остановили автомобиль, в ходе досмотра которого под передним сидением обнаружили обрез. Молодой человек, управлявший автомашиной, полицейским заявил, что оружие нашел на улице. Я друга отвозил домой, вижу на дороге лежит обрез. Я его взял и положил под сидение. В полицию хотел позвонить завтра, но забыл, так он у меня и лежал. Сотрудники полиции заполнили протокол изъятия и отправили обрез на баллистическую экспертизу. Как выяснилось, это оружие нигде не зарегистрировано. Сейчас следователи Абайского РОВД выясняют, как действительно обрез попал в руки подростка и для каких целей он его хранил. Оружие изъято в качестве вещественного доказательства для предъявления в суд. А в Тюлькубасском районе сотрудники местного РОВД совместно с полицейским управлением по борьбе с наркобизнесом в ходе оперативного мероприятия задержали автомашину ВАЗ-2199, в которой обнаружили наркотики. В салоне автомобиля в момент задержания находились трое жителей нашей области. В ходе досмотра автомашины, в которой находились граждане 1963 и 1968 годов рождения, был обнаружен сверток зеленым веществом наркотического происхождения. Проводимые наши действия дали какой результат? Под капотом автомашины, вот именно в этой выемке, был обнаружен данный пакет. Согласно заключению судебной экспертизы, данное вещество оказалось марихуаной весом 500 грамм. Позже, в ходе обыска в доме одного из задержанных, полицейские обнаружили еще одну партию наркотиков. Во время обыска в квартире одного из задержанных, был обнаружен еще один пакет с зеленым веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это также была марихуана. В этом случае вес составил 5 килограмм. Как выяснилось в ходе следствия, задержанные за наркотиками ездили в Джамбульскую область, собрали дикорастущую коноплю и привезли ее в Тюлькубас для дальнейшего использования. Сейчас по этому факту под стражу заключены 4 человека. В их отношении возбуждено несколько уголовных дел. Ночью дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на углу улиц Майлы Кложа и Гоголя. Здесь столкнулись Mercedes-Benz и Opel Astra. По словам очевидцев, в происшествии Мерседес ехал по главной дороге улицы Майлы Кложа, а Opel езжал на перекресток по второстепенной дороге улицы Гоголя. Столкновение произошло в центре перекрестка. От сильного удара Мерседес вылетел с дороги и врезался в осветительный столб, который рухнул на крышу дома. В результате ДТП водители и два пассажира этой автомашины были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Оба автомобиля также понесли крупный материальный ущерб. Как говорят местные жители, аварии на этом перекрестке случаются регулярно. И одна из причин отсутствия на этом участке дороги – светофора.